Тем временем армянские журналисты распространили очередную дезинформацию. Число представленных и придуманных ими же самими так называемых символов истории и культуры Армении они внесли хлеб лаваш и гору Арарат. Представляя список этих символов, Ереване в очередной раз пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение. Гора Арарат никакого отношения к Армении не имеет. Она находится на территории Турции и называется Агрыдах. Однако армяне, как вечные претенденты на чужую культуру, историю и территорию, смириться с этим не могут. Так же, как не могут наконец принять реалии того, что кавказский хлеб, лаваш, не является армянским. Распространяют в СМИ Армении дезинформацию и о том, что лаваш вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО в качестве армянского хлеба. Да, вошел, но после протеста Азербайджана и других тюркских стран был признан ЮНЕСКО как культура изготовления хлебных лепешек в Азербайджане, Иране, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Решение об этом было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Эпфиопии в конце 2016 года. Они влезают всюду. Это старая болезнь. Мы поделились и лавашом, и долмой со всем миром. И мы готовы опять делиться. Пускай приезжают, все едят, в том числе армяне. Но они предпочитают воровать. Это клифтомания, болезнь. Тут ничего не попишешь и ничего не справится. К тому же это не армяне. Армянский ученый этого не делает. Настоящие ученые пишут совсем по-другому.